Доброе утро! Если хочешь быть здоров, заряжайся. Сделать это несложно. Стоит лишь выполнить пару-тройку бодрящих упражнений от нашего фитнес-тренера. Присоединяйтесь! Всем привет! Сегодня выполним утренний комплекс упражнений. Первое упражнение – ходьба в полуприседе. Ноги на ширине плеч, колени чуть присогнуты, таз отведем назад, спинка прямая. Делаем три шага в одну сторону. Раз, два, три. Три шага в другую. Раз, два, три. Не забываем дышать. Вдох-выдох. 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 Повторяем таких 30-40 повторений. Напрягаем ягодичную мышцу. Следующее упражнение – присед. Ставим ноги на ширине плеч, таз отводим чуть-чуть назад, упор на пятки, спинку сохраняем прямой, делаем вдох, садимся, выдох делаем в верхней точке. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Напрягаем ягодички, сверху их поджимаем. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Таких делаем 15-20 повторений, 3 подхода. Третье упражнение будет статическим – планка. Нужно принять упор лежа, опора на локтях. Весь корпус, начиная от ног, заканчивая спиной, мы сохраняем прямые. Стоим в планке примерно 30 секунд. Замечаем и не забываем дышать. Сейчас напрягаем мышцы корпуса и дышим. Не прогибаем поясничку. На этом наше упражнение закончено. Желаю всем хорошего дня. 7 ноября холода усиливается и приближается зима. Зачастую в этот день за окном ненастная погода. По природным явлениям этого дня можно было проанализировать погоду на предстоящую зиму. Люди, например, верили, что если звезды на небе тускло светятся, то день будет холодным и ненастным. А если на деревьях много листьев, зима будет затяжной. А что говорят нам синоптики насчет 7 ноября? Они обещают нам 11-13 градусов выше нуля и почти весь день умеренный дождь. Ветер в столице Мордовии будет преимущественно западный и юго-западный. Атмосферное давление за сутки поднимется с 739 до 745 миллиметров ртутного столба. Уверена, что следующая рубрика будет вам интересна. В ней Алексей Ануфриев расскажет о розах. И не только о них. Я больше вам ничего не скажу, поэтому просто не переключайтесь и смотрите. Доброе утро! В нашем мире много интересного и необычного. Каждый день происходят удивительные события и рождаются уникальные идеи. Вот, например, вы когда-нибудь задумывались о том, где находится самая большая в мире плантация кофе? Нет? А это оказалась Бразилия. Она является первой страной в резерве ежегодного количества сбора бобов. Каждый раз страна дарит миру примерно 40 миллионов мешков ароматных зерен. Стоит отметить, что только один такой мешок весит около 65 килограммов. Вот это урожай! А вот в Японии стали выращивать квадратные арбузы. Необычная форма ягоды получается благодаря специальной прозрачной коробке, в которой находится арбуз во время созревания. Кстати, этот товар пользуется успехом в Японии, а заказать его можно даже через интернет-магазин. Вообще вариаций арбуза сегодня много. Есть красные без косточек или вовсе без полосок с темно-зеленой коркой. В Испании, Египте и ради других стран выращивают необычные арбузы. От классических они отличаются желтой мякотью. Вывели желтые арбузы и в России. Сорт называется лунный. По вкусу он напоминает смесь нескольких фруктов дыни, авокадо и лимона. Это весьма необычно, но, наверное, очень вкусно. В одном из районов Беларуси выращивается 75% всех лекарственных трав в стране. Ромашка, календула, пустырник и многое другое собираются именно здесь. Для уборки 300 гектаров урожая лекарственной ромашки используется специальная техника. Это и неудивительно. Масштаб такого производства просто потрясает. Наша республика тоже славится масштабным производством роз. Каждый 12-й цветок в нашей стране из Мордовии и поставляется в 40 регионов страны, а кроме того и в Республику Беларусь. Только представьте, в Мордовии культивируется примерно 40 сортов розы, а в день предприятие получает 100 тысяч цветов. В 2018 году их было выращено больше 34 миллионов. Наверное, нашу республику можно сравнить с Голландией, которая масштабно выращивает тюльпаны. Вот такие интересные факты мы собрали сегодня. Помните, удивительные рядом, нужно только посмотреть вокруг. До встречи! С вами был Алексей Ануфриев. Сегодняшний день отлично подходит для отдыха, праздника и креатива, говорят звезды. Однако энтузиазм постепенно будет снижаться, изобретательность тоже. Желательно сегодня придерживаться норм, полезных для здоровья. Например, вспомнить о диете и вовремя лечь спать. Ну а более подробный гороскоп для каждого знака зодиака вы услышите прямо сейчас. Овны. День хорошо подходит для того, чтобы начинать что-то новое. Это может быть и бизнес-проект, и романтические отношения. Главное, ваше стремление действовать не так, как раньше. Не ориентироваться на прошлое. Есть шанс быстро добиться успеха или, по крайней мере, сделать несколько важных шагов. Тельцы. Благоприятный день для общения. Любые встречи лучше проводить в неформальной обстановке. Так они пройдут успешнее, а вам удастся произвести благоприятные впечатления. Вы и ваши собеседники будете чувствовать себя комфортно, поэтому найти общий язык будет значительно проще. Близнецы. День принесет интересные встречи. Сегодня вы охотно завязываете знакомства, идете на контакт, быстро завоевываете симпатий, находите подход к людям. Однако начало каких-то серьезных отношений маловероятно, потому что сегодня вы настроены несколько легкомысленно. Раки. Спокойный день, не приносящий важных событий и заметных перемен. Дел и забот будет много, но они навряд ли окажутся серьезными, и со многими вы справитесь быстро. Появятся возможности исправить ошибки, допущенные раньше, и вы ее не упустите. Львы. Проявите инициативу, если хотите перемен в личной жизни. Это подходящий день для того, чтобы сделать шаг навстречу симпатичному вам человеку, признаться в своих чувствах. Когда наступит благоприятный момент, интуиция подскажет, что пора действовать. Ваше общество будет приятно многим, и вы будете выбирать из нескольких поступивших приглашений. Дева. День складывается удачно. Вы знаете, чему хотите его посвятить, и едва ли кто-то помешает вам воплотить планы в жизнь. Можно не только разобраться с накопившимися мелкими делами, но и приступить к чему-то действительно значительному, увлекательному и неординарному. Творческий потенциал сегодня очень высок. Для этого маленького жителя Китая велосипед не забава, а реальное средство передвижения. Юный велосипедист способен настолько умело маневрировать, что его навыки многим кажутся поразительными и вызывают восхищение. Остается надеяться, что когда главный герой интересных кадров вырастет и сядет за руль мотоцикла или автомобиля, он не утратит своих умений и останется идеальным водителем. Ну а далее в Народном Утре вас ждет новостной блог. Владимир Путин выразил недовольство небольшим количеством бюджетных мест при наборе в магистратуру. Он потребовал министра науки и высшего образования Михаила Кутюкова навести порядок. Об этом пишет РИА Новости. В ходе заседания президентского совета по русскому языку Путину привели пример Воронежского государственного университета, где есть только шесть бюджетных мест для группы магистратуры. Причем сама численность групп не может быть меньше 12 человек. Путин заявил, что такая статистика стала для него неожиданностью. Президент отметил, что министерство должно не только руководствоваться большими данными, но и понимать, что происходит в реальной жизни. Кутюков пообещал внести изменения в эту методику, а Путин, в свою очередь, потребовал отчета об этих изменениях. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, обязывающий ритейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определенную группу товаров – компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. За нарушение документ предлагают установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических – до 200 тысяч рублей. Авторами инициативы выступили депутаты всех четырех думских фракций. Инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков на рынке информационных технологий. В Минприроды считают, что сельскохозяйственные земли, которые долгое время не используются, по назначению следует перевести в лесной фонд, и тогда на них можно будет выращивать лесные плантации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее крупнейшие природоохранные организации, российское отделение «Гринпис», Всемирный фонд дикой природы России и лесной попечительский совет направили обращение к главе правительства Российской Федерации с просьбой обеспечить законодательную базу для ведения интенсивного лесного хозяйства на заброшенных сельскохозяйственных землях. В ведомстве уточнили, что лесные плантации – это отдельный вид использования лесов, являющийся предпринимательской деятельностью. Участки под их выращивание представляют регионы, а выращивают их предприниматели. Сроки возможного принятия нормативной базы для перевода земель из одной категории в другую в Минприроды не уточнили. Продолжение гороскопа для оставшихся шести знаков зодиака будет прямо сейчас, не переключайтесь. Весы. Непростой, но интересный день. Он связан с соблазнами и испытаниями, которые вы с достоинством преодолеете, обретя новых союзников и поклонников. Вам может пригодиться опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не совершите серьезных ошибок, найдете выход из сложных ситуаций. Скорпионы. Легкий, удачный и интересный день. Позже вы не раз вспомните о нем с удовольствием. Можно будет добиться успеха практически в любом начинании. Причем не только за счет настойчивости и целеустремленности, но и благодаря простому везению. Стрельцы. День пройдет хорошо. Вероятны новые знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы скучали. Возможны неожиданные денежные поступления, подарки, удачные покупки. Не исключены романтические приключения, но начало серьезных отношений маловероятно. Козероги. Подходящий день для того, чтобы проанализировать свои поступки, подумать, что вы сделали правильно, а в чем ошиблись. Разобравшись, что было действительно важно, а что лишь казалось таковым, вы расстанетесь со многими заблуждениями, перестанете терзать себя неприятными воспоминаниями и чувством вины. Водолеи. Сложный день с точки зрения личных отношений. Вы склонны к опрометчивым поступкам, нарушению данных обещаний. Сегодня вам особенно трудно сопротивляться соблазнам. Порой вы попросту будете не в силах противиться своим желаниям. Однако, вовремя признав и исправив свои ошибки, вы сможете избежать серьезных проблем. Рыбы. День складывается удачно, хотя вы не всегда принимаете верные решения и порой совершаете опрометчивые поступки. Допустив любой промах, старайтесь исправить его как можно скорее. Именно это позволит добиться успеха. На календаре четверг и самое время познакомиться с кинопремьерами этой недели. Но прежде чем я расскажу вам о новинках кино, информация приятная для вас, дорогие зрители. Если вы хотите стать одним из победителей пригласительных в кино на две персоны, то участвуйте в новом розыгрыше билетов на любой киносеанс в кинотеатр Cinema Start торгового центра Рио. Вам нужно выполнить три простых действия. Состоять в нашей официальной группе НТМ ВКонтакте, сделать репост с записью о розыгрыше пригласительных к себе на страницу и ждать результатов. Итоги объявим в группе НТМ ВКонтакте в понедельник, 11 ноября. Победителей будет двое. Все подробности розыгрыша смотрите на нашей странице ВКонтакте. Участвуйте и выигрывайте. А теперь новости из мира кино. Киностудия Warner Bros. намерена добиваться для фильма Джокер премии Оскар 2020 практически во всех основных номинациях. Их список приводит издание Comic Book. В частности, предполагается, что картина сможет составить конкуренцию в номинациях лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана. Также студия будет добиваться признания и во всех технических номинациях. От лучших спецэффектов до лучшего монтажа. Насколько реалистичны эти амбициозные планы, станет известно 13 января 2020 года, когда состоится презентация претендентов на Оскар 2020. Ну а теперь переходим к главному киноновинкам этой недели. И первая премьера сегодня – экранизация романа Стивена Кинга о дальнейшей судьбе героев знаменитого романа «Сияние» – фильм «Доктор Сон». Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торренс пережил страшный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь павшего маргинала алкоголика. С ним устанавливает связь другая сияющая девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «истинного узла» – группы охотников за одаренными детьми. Ты волшебный, как и я. Не знаю насчет волшебства. Я всегда называл это сиянием. Мир – это голодное место. Опасное место. Эти люди делают больно таким, как мы. Вторая новинка недели – российский фильм «Девятая». Петербург к концу XIX века охвачен массовым увлечением, оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе проходит серия ритуальных загадочных убийств. Расследованием занимается молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы. Позвольте представиться. Ростов Сергей Константинович, полиция Санкт-Петербурга. Полиция! А вы, небось, на клейстерклеили? А стоило бы на Сандаракову смолу. На сегодня это все. Ходите в кино почаще и с удовольствием. И не забудьте принять участие в розыгрыше билетов в кино. Команда Народного телевидения Мордовии снова подготовила для вас интересный контент. Что в эфире можно будет посмотреть уже сегодня, узнаем прямо сейчас. В 20.00 смотрите новый выпуск программы «Гость в студии». На этот раз Сергей Чернавин побеседовал с Мариной Макейчевой, главным внештатным врачом-рентгенологом Минздрава Мордовии и заведующей рентгенотделением Мордовской республиканской клинической больницы. Не пропустите! Наша программа на сегодня заканчивается, чтобы вернуться к вам уже завтра. Меня зовут Марина Василевская, и я еще раз желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Все выпуски нашей программы смотрите на YouTube-канале НТМ-13 и присылайте ваши предложения и пожелания в нашу группу или на почту. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!